Во Владимирской области нашли первоклассника, пропавшего в селе Горки Камешковского района, еще в конце сентября этого года. Мальчик приехал после уроков на школьном автобусе в родное село, но до дома так и не дошел. Как сообщают правоохранители, пропавший Савелий Роговцев обнаружен живым в Камешковском районе, недалеко от районного центра в деревне Макариха. Напомним, мальчик пропал 28 сентября. Более двух недель в Горках первоклассника искали сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС, прокуратура, администрация Камешковского района и области, военные, неравнодушные местные жители и сотни волонтеров. За эти дни членами созданного оперативного штаба на месте исчезновения первоклассника пройдено 15 268 километров, отработано 617 различных задачи. С помощью беспилотников отснято и просмотрено более 35 тысяч снимков. Водолазы проверили все ближайшие водоемы, спасатели осушили все колодцы, но результатов поиск не дал. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Полиция объявила награду за помощь в поиске мальчика в 1 миллион рублей. Как сообщают оперативники, мальчика удерживал у себя дома житель деревни Макариха. Информация о местонахождении Савелия поступила в МВД по каналам Интерпола. Полиция и Следственный комитет поделились видеозаписями штурма. Следователи, следователи, заходим, 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 так, заходим. Все лишние уходим отсюда. Другие пацаны, как тебя зовут? Ребенка кого оставлял? Здесь, говорю, в подвале был, мой букл убрал. Некоторое время назад к сотрудникам Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел России от зарубежных коллег по каналам Интерпола поступила информация о публикациях в теневом сегменте сети интернет, в которых сообщалось о мужчине, который удерживает у себя дома маленького мальчика. В ходе проведенных мероприятий эти сведения нашли подтверждение. По подозрению в похищении ребенка сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии задержан житель деревни Макариха Владимирской области. В его частном доме обнаружен разыскиваемый мальчик. В настоящее время ребенок передан родителям. Задержанный в ближайшее время будет доставлен в следственные органы. Правоохранители также заявляли, что по их предварительным данным мужчина 1994 года рождения заранее спланировал похищение ребенка. Еще летом он приобрел автомобиль и дом на окраине деревни с подвальным помещением. По данным следствия, 28 сентября 26-летний мужчина прибыл на автомобиль в деревню Горки. Увидев около пруда мальчика, он остановился и начал с ним беседу, после чего насильно посадил ребенка в автомобиль и отвез его в деревню, где и удерживал до освобождения. В настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России.